Максвелл, чёрно-белый кот, который стал мемом. Впервые Максвелл появился в сети 20 ноября 2017 года на Имгури. Это была фотка чёрно-белого кота, сидящего на листе бумаги с подписью «Пожалуйста, не наклоняйтесь». И начиная с 2020 года, картинка начала активно распространяться в Твиттере и Фейсбуке. Но особо этого кота полюбили в комьюнити Гаррис Мода и других Сурс Играх. Всё началось после того, как в октябре 2020 года в мастерскую Стима залили 3D-модель с названием «Дингус». Позже узнаете, почему такое название. Потом эту модель сделали предметом, который можно сносить на руках. В мастерской появилось соответствующее дополнение с названием «Максвелл-переносной кот». Отсюда, кстати, и пошло это прозвище. И уже через пару дней выложили одно из самых популярных видео, связанное с Максвеллом. Half-Life 2, но у меня есть кот, в котором что только не делали с этим котом. Брали на руки, гладили, садили на голову рандомной женщине. В ноябре в Твиттере появилась гифка, встречающаяся моделью этого кота. С текстом, как из какой-нибудь старой игры. «Кот приобретён. Вы кладёте кот в свой карман». Этот пост набрал более 1 миллиона просмотра, и гифка развирусилась. Кота начали подставлять под самые разные треки, но больше всего с ним ассоциируется мелодия «Сток Маркет», которую потом даже позвали темой Максвелла. А теперь давайте расскажу немного про самого кота. Сначала его вообще перепутали с другим популярным котом из ТикТока, Дингусом. Оказывается, что это вообще кошка, её зовут Джесс. После первого поста в 2017 году на Имгуре, хозяин выложил второй пост с ней уже в 2020 году, в котором сообщил, что кошка долго не ела, и он отвёз её в ветеринарную клинику, где у неё обнаружили непроходимость кишечника. Для операции была необходима внушительная сумма – в 1500 фунтов. Грустнее ещё то, что кошка получила жена автора для поддержания её психического здоровья. После на аккаунте никаких обновлений насчёт питомца не было. Собрал ли хозяин деньги на лечение – неизвестно. Вот и такие бывают печальные истории с животными из мемов. После того, как узнал предысторию, на мему уже смотришь по другим углом.